В прошлом видеоролике мы говорили о том, как построить структурную формулу молекулы с одинарными ковалентными связями. Сейчас мы поговорим о кратных ковалентных связях. Начнем с того же, что и в прошлый раз. Построим структурную формулу для С2H4. Снова ищем углерод в таблице. Он принадлежит к четвертой группе и обладает четырьмя валентными электронами. Поэтому изобразим атом углерода с четырьмя валентными электронами, а рядом с ним — второй атом углерода с четырьмя валентными электронами. И сразу видим, что атомы углерода соединены одинарной и ковалентной связью. Осталось 4 атома водорода. Водород принадлежит к первой группе периодической таблицы и обладает одним валентным электроном. Разумно разместить по 2 атома водорода около каждого атома углерода. Изобразим атом водорода здесь, другой здесь. Осталось ещё 2 атома водорода, и их нужно изобразить справа от атома углерода. Соединим точки и получим связи между углеродом и водородом. Но это неверная структурная формула, что выяснится при подсчёте электронов у атомов углерода. Считаем. 2, 4, 6, 7. Каждый атом углерода окружён всего лишь 7 электронами и не соблюдает правила октета. Единственный способ получить электронный октет для углерода — участие этого выделенного цветом электрона и электрона напротив в образовании двойной ковалентной связи между атомами углерода. Получаем одну связь между атомами углерода и две свободные связи, куда можно присоединить водород по два атома на каждый атом углерода. Это правильная структурная формула этилена — этена. Убедиться в её правильности можно, проверив, соблюдено ли правило октета. Каждый атом углерода окружён двумя, четырьмя, шестью, восемью электронами. Другими словами, правило октета в структурной формуле соблюдается. Теперь рассмотрим CH2O, то есть построим структурную формулу вещества с молекулярной формулой CH2O. Вновь начнём с атома углерода по центру, окружённого четырьмя валентными электронами, и двух атомов водорода. Первый из них изобразим слева, а второй — справа. Вернёмся к периодической таблице и вспомним, сколько валентных электронов имеет кислород. Кислород принадлежит к шестой группе и обладает шестью валентными электронами. Их можно изобразить вокруг атома кислорода. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Соединим точки, свяжем атом углерода с атомами водорода слева и справа и с атомом кислорода. К сожалению, электронного октета вокруг атомов углерода и кислорода не получилось. Вновь выделим цветом электроны вокруг атома углерода. Два, четыре, шесть, семь. У атома углерода нет электронного октета, поэтому необходимо поделиться электроном с атомом кислорода. Атомы углерода и кислорода отдают по электрону, и одинарная связь между атомами углерода и кислорода становится двойной. На кислороде по-прежнему остаются две неподелённые электронные пары, а с атомом углерода соединены два атома водорода. Это правильная структурная формула формальдегида. Можно убедиться в её правильности, проверив соблюдение правила октета. Вокруг углерода два, четыре, шесть, восемь электронов. Очевидно, что столько же вокруг кислорода. Это структурная формула формальдегида. Вот ещё пример одной молекулы с кратными ковалентными связями. Это С2H2. Снова изображаем углерод с четырьмя валентными электронами. Таких атомов углерода два. И второй атом с четырьмя валентными электронами изобразим так. Сразу же видна одинарная ковалентная связь между атомами углерода. Осталось два атома водорода. Один из них изобразим слева и соединим одинарной связью с атомом углерода. Второе логично — разместить справа и также соединить с углеродом. При подсчёте валентных электронов атома углерода получаем два, четыре, пять, шесть. Но углероду нужны восемь, нужен октет. Для этого оба атома углерода должны поделиться друг с другом двумя электронами. Поместим этот электрон сюда, а этот — сюда. Так же поступим с этими двумя. Получается, что атомы углерода соединены тройной связью. Изобразим тройную связь между атомами углерода, а атомы водорода разместим по сторонам от неё. Проверим выполнение правила октета для углерода. Для этого воспользуемся другим цветом. Два, четыре, шесть, восемь. Это октет. И мы построили верную структурную формулу этина, он же ацетилен. Мы изучили построение формул молекул с одинарными и кратными ковалентными связями. Далее будем говорить о гибридизации в различных углеродосодержащих молекулах.